Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода, а обратимся сейчас к 18 главе. В 18 главе помещен рассказ о встрече Моисея и, соответственно, народа Израилева с тестем Моисея Иофором. Тестем, который когда-то дал приют в пустыне Моисею, бежавшему от египтян. Он был, по-видимому, лидером или вождем, как мы бы теперь сказали, некоего, скорее всего, семитского племени, обитавшего в этой пустыне. И вот после победы над Амаликом рассказчик помещает, или, может быть, составитель помещает сюда рассказ о посещении Иофора. Насколько вообще можно судить о бытии социальной структуре пустынных племен той эпохи? Довольно характерно для них было то, что глава такой группы, племенной вождь, был одновременно и, так сказать, светским руководителем, и религиозным тем, кто отвечал за взаимоотношения племени с Богом. И вот поэтому, говорится, в самом начале услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисея, о всем, что сделал Бог для Моисея и Израиля. Он и глава клана Иофор, и священник, соединяющий таким образом в себе и светское и религиозное лидерство. И вот Иофор приходит к Моисею с Сепфорой, женой Моисея, и с сыновьями Моисея. Как мы помним, уходя в Египет, Моисей оставляет жену и детей на попечение Иофора, поскольку путешествие Моисея отнюдь не сулит быть легким и безопасным. И задача, которую поставил перед Моисеем Бог, чрезвычайно трудна. И в самом деле он много раз сталкивается с яростью фараона и с попытками фараона уничтожить сначала Моисея, а потом Израиля в целом. Одним словом, вот наступает некоторый момент, когда уже эта опасность остается позади. Иофор приводит Сепфору и детей Сепфора от Моисея к Моисею. Здесь приводятся имена сынов Моисея, и оба оказываются символическими. Это некоторая тоже характерная деталь. Иногда, по крайней мере иногда, люди дают своим детям имена, которые являются выражением откровения, выражением чего-то важного в взаимоотношениях с Богом. Вот и Иофор предупреждает Моисея. Подобного рода детали нам кажутся немножко странными. Вероятно, все же потому, что никто из нас не странствовал по пустыням в составе небольших групп вооруженных людей, которые защищают от соседних групп свой малочисленный скот и в то же время нападают на скот соседский, чтобы его угнать. В том, сколько здесь важного для жителей пустыни, для скотоводов, мы убедимся в следующих главах, там, где будет рассказ о законе уложения Моисея. Вот Иофор направляет вестника к Моисею, чтобы предупредить, что это я к тебе иду, потому что появление где-то на холме, на горизонте или на краю поля зрения группы людей со скотом жителями пустыни обычно воспринимается как сигнал опасности. Ну вот, но предупрежденный Моисей выходит навстречу и кланяется, и приветствует Иофора. Вот, и после взаимного приветствия Моисей рассказывает тестью обо всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, которые встретили их на пути. Вот, это достаточно пространный рассказ. Во-первых, на самом деле это свидетельство о Боге, а во-вторых, очевидно довольно, что это не только Бог Авраама, Исаака, Иакова и Моисея, но Иофор также является священником этого Бога Всевышнего, единого Бога. И Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю. И вот выражая эту радость, смотрите, Иофор в 10 стихе говорит «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян, который избавил народ все из-под власти египтян. Благословен Господь». И это очень важная и распространенная формула радости о событиях, которые произошли по воле Божьей, с участием силы Божьей. Вот благословить Господа, благословить Господа, сказать, произнести благое слово о величии Бога. Вот благословен Господь Бог Израилев, и благословенно имя Его, и подобные этому формулировки, вообще на самом деле в молитвенной культуре Библии, Ветхого Завета, занимают, пожалуй, самое центральное, самое первое место. С благословения Бога все начинается и все этим заканчивается. Для современного читателя, чаще всего встречающегося с почитанием единого Бога, это совершенно неожиданная вещь, не очень-то бросающаяся в глаза. Потому что по нашим наблюдениям, потому что мы, так сказать, вокруг себя, в современной нам с вами религиозной практике видим, большей частью это все же просьбы, ходатайства, ламентации, просьбы о том, что мы хотели бы, чтобы Бог сделал с нашей жизнью, с нами, с нашими сердцами, с нашими провинностями и так далее. И начинающие нашу, по крайней мере, общественную молитву, благословения, ну как-то, в общем, проходят немножко мимо уши, и что гораздо печальнее, мимо сердца. А на самом деле, вот посмотрите, приходит Иофор к Моисею, Моисей ему рассказывает, и начинается все, начинаются молитвы, словословие Иофора, словами «благословен Господь», вот тот Господь, который все это сделал. И дальше Иофор говорит, «ныне узнал я, что Господь велик больше всех богов, тот Господь, которого чтит Моисей, которому повинуется Моисей, и которому, как мы полагаем, поклоняется и Иофор, будучи при этом не евреем, а лидером какого-то другого, небольшого семейского клана». Итак, вот этот единый бог, Иофор говорит о нем, «ныне я узнал, убедился», так сказать, он услышал свидетельство о том, что он велик паче всех богов. Как мы уже не раз говорили, библейская традиция, особенно древняя, все же, по крайней мере, в допророческие времена, не характеризуется совсем уж отрицанием существования иных богов. Это пророки говорят, все боги народов – идолы. Это пророки говорят, все боги народов – ничто, их нет. Здесь же больше у людей в голове картина, согласно которой богов много, они разные, они все узкоспециализированные по этносу и территории, но бог, который призвал Израиль через Моисея, он бог великий над всеми богами. Вот велик паче всех богов. Ему подвластно все, в том числе и люди, история, природа, стихи – все. И вот он творец вселенной. Этот взгляд постепенно будет трансформироваться вплоть до полного отвержения существования любых других божеств. Теперь велик Господь в том самом, чем они превозносились над израильтянами. Очень интересная фраза. Кстати, отголоски ее тоже мы встречаем в других исторических обстоятельствах, там, скажем, в раннецарскую эпоху, эпоху ассирийского завоевания и так далее. Речь идет о том, что в большинстве случаев народы, люди, принадлежащие тем или иным этно-религиозным культурам, говорят другим – вы слабаки, а наши боги сильнее. И эти два выражения взаимозаменяемые. Ну, самый яркий, конечно, пример – это ассирийцы и вавилоняне, ассирийцы, скажем, которые говорят израильтянам, иудеям уже, что наши боги всех завоевали, и вашего бога тоже повергнут. Или египтяне, которые считают, что их египетские боги во главе с фараоном, или начиная с фараона, сильнее, вот они превозносятся над народом божьим, говорят, что этот народ – ничто, и нет у него ни силы, ни культуры, ничего нету. Ну, и бог его, соответственно, малозначительный, немощный. Вот и Афор говорит, они презрели, пренебрегали этим народом, думая, что их боги сильнее. А вот Господь, настоящий, единственный Господь, которому мы поклоняемся, показал на практике, так сказать, что израильтяне спаслись и от египтян, и от Амалика, и, значит, их бог победил. В логике исторических повествований, даже не столько Торы, сколько именно исторических повествований, эта связка величия Божьего и побед его народа будет заметна очень и очень часто. Еще, конечно, важно помнить, что авторы исторических повествований нередко говорят о том, что бог велик и сильнее всех, и когда народ следует за богом, он одерживает победы. Ну, большей частью вооруженные, но не обязательно. Но когда народ отступает от бога, и, соответственно, вот победы отступают от народа. Итак, величие Божье – это некоторое явление, которое становится для нас воспринимаемым, заметным, убедительным, убеждающим нас самих, тогда, когда бог избавляет нас от тех или иных бедствий. Вторая половина главы, вторая половина 18 главы посвящена рассказу о установлении некоторого общественного порядка в Израиле, пока, видимо, еще предварительного, хотя он и просуществует достаточно долго, может быть, вплоть до эпохи царей. Тем не менее, этот порядок очень в каком-то смысле легкоплавкий, подвижный, но он существует, и рассказчик представляет дело так, что этот порядок приходит на смену некоторому совершенно непосильному для народа и Моисея состоянию. Иофор видит, как Моисей на следующий день после их встречи сел судить народ. И стоял народ с Моисеем, перед Моисеем с утра до вечера. Речь идет о том, что у людей в этой пустыне, где вообще-то пустыня, и кроме скота с этими людьми никого и ничего нету, тем не менее возникают тельные споры и тяжбы. Не обсуждается их природа, но мы понимаем, что там, где собрано много людей, конечно, будут тельные споры, обиды, попытки превозношения или хищения какого-нибудь скота или чего-нибудь еще в условиях удивительной скудости в пустыне. Все-таки это не стационарное житье, где можно постепенно обрастать скарбом. Тем не менее, ну вот, да, существуют споры, конфликты, и Моисей судит каждый из этих конфликтов. И, как вы понимаете, это означает, что в день, когда Моисей садится судить народ, бесконечная очередь, бесконечная очередь, так, что буквально одно за другим, рассматривая дела, Моисей будет это делать с рассвета до заката и не закончит. Между прочим, подобного рода механизмы судопроизводства были характерны для тех времен вплоть до самой античности. И вот Иофор видит это все и спрашивает Моисей, говорит, ну что ты делаешь? Что это ты делаешь с народом? Для чего сидишь один? И Моисей говорит, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Не у Моисея. Речь не идет о том, что Моисей большой начальник и источник правосудия. Он не является должностным лицом. Никаким. Люди приходят к Моисею просить суда у Бога, чтобы Моисей обратился к Богу, услышал каким-то образом, воспринял, понял Божий ответ и рассудил, то есть передал этот ответ Божий конфликтующим сторонам. «Они приходят ко мне, я сужу между тем и другим и объявляю им уставы Божьи и законы Его, объявляю им, что требует в подобной ситуации Бог от людей, что он считает правильным». То есть Моисей здесь говорит от лица Бога. При ясном понимании, что это суд Божий, а не Моисея, в общем, в этом особо ничего искусительного и нету, кроме того, что это совершенно непосильная задача. И вот Иофор говорит Моисею, нет, это ты неправильно делаешь, нехорошо это ты делаешь, ты измочишь и себя, и народ сей, потому что это все слишком тяжело, вот я тебе дам совет. Причем Иофор тоже дает Моисею совет, как исходящий от Бога. Дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Иофор предлагает Моисею стать посредником между Богом и людьми. Ты будешь для народа посредником перед Богом, и представляй Богу дела. и научай народ уставу и законам, то есть чего хочет Бог, воле Божьей, научай народ, указываем путь его, по которому они должны идти. То есть Иофор говорит Моисею, ну и рассказчик это фиксирует, или может быть влагает в уста Иофора, вот такую мысль, что есть некоторый путь Божий, путь правды, путь, по которому они должны идти, по которому люди, народ Божий, должны идти. И задача Моисея таким образом передать уставы и законы и показать этот путь Божий. Ну, мы бы теперь сказали путь по жизни. Скажем, там, в послепленные времена часто это называют путем мудрости. А ты, говорит Иофор Моисею, усмотри из народа людей, способных, боящихся Бога, смотрите, то есть Моисею предлагается назначить судей, которые будут от Моисея знать нормы, закон Божий и путь Бога, путь, по которому людям перед Богом и вслед за Богом нужно идти. И эти люди будут, собственно, принимать решения, их будет достаточно много для того, чтобы они справились с тем объемом дел, которые одному Моисею оказываются совершенно не под силу. И они должны быть правдивыми, боящимися Бога, правдивыми, ненавидящими корысть. Ну, потому что даже в такой крайне архаичной обстановке, где кроме, может быть, палатки и двух овец ни у кого ничего нет, тем не менее, люди есть люди, и корысть и ложь отравляют человеческие сердца точно так же, как в гораздо более утонченных обстоятельствах. Итак, боящиеся Бога, те, для кого воля Бога, важная вещь, кто не готов ее нарушать и от нее отрекаться. Правдивые, то есть те, которым неприятно врать, ненавидящие корысть, ну, и еще и Афор, говорит, способные, ну, то есть, рассудительные более-менее. Вот что, собственно, требуется от этих судей. И они будут, они пусть судят народ во всякое время, и тебе будет легче, и они понесут с тобой бремя. И Моисей слушает совет Иоафора и делает так, как Иоафор ему посоветовал. И здесь вот некоторый рассказ, видимо, часть рассказа заканчивается. Следующая, весьма вероятно, принадлежит другому автору в том смысле, что другой человек в других обстоятельствах записывает это предание, единое. И в сущности, за рамками вот этого разговора о поставлении судей остается некоторый незаданный вопрос. А что, собственно, такое уставы Божьи, закон его и путь его? В чем они заключаются? Что именно такое должен сказать Моисей, воспринять, услышать от Бога, объяснить судьям, что такое этот закон Господень, который может быть сформулирован и передан другим людям в виде закона. того, потому что до этого момента Моисей, собственно, как судья, особо и не нуждается в законе. Рассказчик говорит о том, что люди приходят просить суда у Бога, и Моисей обращается к Богу и передает людям, что Бог повелевает. Здесь возникает вопрос о том, что нужен некоторый закон, как свод правил обезличенных, оторванных, ну, ладно, отделенных от того субъекта, который находится в общении с Богом, и который, этот свод правил, становится неким посредником, уже обезличенным. Закон вещь удивительная, великая и прекрасная, чрезвычайно важное откровение о Боге, но с тем вместе может он быть и некоторой преградой, как об этом потом будет подробно писать апостол Павел. Итак, здесь возникает, обрисовывается потребность в некотором законе, как этот закон дается и что это собственно такое, будет обсуждаться в двух следующих главах. . Спасибо за субтитры Продолжение следует...